Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать нож из шариков для пневматического пестика и большого шарика от подшипника. Для начала я раскую шар подшипника на брусок. Я приварил бруску из шарика брусок из стали 20. Заранее подготовил контейнер, замазав его стенки штрих-корректором. Помещаю туда наши бруски и засыпаю шарики в перемешку с железным порошком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заглушаю контейнер крышкой и помещаю в горн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прогреваю чуть выше 1000 градусов и проковываю на молоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сварка завершена. Отделяю содержимое от контейнера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посыпаю бурой, чтобы уменьшить окисление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полоса получилась слишком длинной. Мне столько не нужно, хоть я и буду делать фултанг. Разрезаю пластину пополам. одну часть откладываю, а с другой продолжаю работу. У нас получается эдакий сложный и в то же время простой ламинат. На лезвии шиха 15, в центре клинка мягкая сталь 20 и на обухе тоже, что и на обкладках. Подтягиваю заготовку в нужный размер и под углом отрезаю пакет со стороны обуха, чтобы обернуть лезвием клинок. За кадром я приготовил пластину из рессоры, которую я пущу на рукоять и тыльник. Заранее я снял фаски, чтобы проварить с двух сторон насквозь. Место сварки просыпаю бурой и проковываю. Решил сделать клинок в современном дизайне, причем в дальнейшем я был этому только рад. Место сварки просыпаю бурой и проковываю. Закончил. Перехожу к гриндеру. Маркером нарисовал окончательный профиль клинка. Теперь его нужно вырезать с помощью гриндера. Забегая вперед, скажу, что этот нож не холодное оружие, несмотря на развитый упор. Сделан он в соответствии с ГОСТ и имеет величину прогиба по обуху более 15 мм. Помещаю клинок в печь для отжига, чтобы в дальнейшем было легко сверлить и обрабатывать рукоять. ГОСТ и ГОСТ и ГОСТ. На плоском шлифе снимаю слой 1 мм с каждой стороны. Кстати, вы спрашивали, почему я всегда стою боком к гриндеру? Чтобы не загораживать камеру и в случае обрыва ленты не получить ей по кумполу. Ставлю клейму и отправляю клинок в печь на закалку. Закаливаю в растительное масло, после чего дожидаюсь, когда клинок остынет и помещаю его в печь для отпуска. После термической обработки приступаю к финишной слесарке и дальнейшей ручной полировке. С помощью алмазного надфиля делаю насечки для пальца на обухе. В дальнейшем я добавлю еще две проточки. Протравлю в растворе азотной кислоты. На рукоять я взял плашки стабилизированного чего-то там. Склеиваю на эпоксидный клей. Это не тот эпоксидный клей с гаража дедушки на полке. Это современный клей, который используют в промышленности, авиастроении и космонавтике. Он очень прочный и надежный. КОНЕЦ После того, как клей затвердел, обрабатываю рукоять на гриндере. КОНЕЦ После гриндера необходимо довести рукоять наждачками вручную. КОНЕЦ 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 Обработку кожи, думаю, можно оставить без комментариев. КОНЕЦ 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 Металлическую часть рукояти и тыльник покрываю химическим воронением. Ну вот и все, ножик готов. Приобрести вы его сможете на аукционе, ссылка в описании. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока и до новых встреч!